Ну и давайте посмотрим особенности раскладки кардачесанной шерсти. Кардачес бывает обычно в двух формах у производителя. Это намотанные вот в такие вот бобины и такими одеялами. И способов раскладки может быть два. Первый способ это раскладка пластами и второй способ раскладка щипками. Давайте посмотрим в каких случаях возможны эти способы. И в чем преимущество и недостатки каждого из них. Значит, чтобы разложить кардачесанную шерсть, сначала мы смотрим, какое полотно само по себе. Насколько оно однородно. Иногда приходится вот так вот размотать рулон и просмотреть. Вот смотрите, это полотно я вижу, что оно очень неоднородно по толщине. Здесь очень тонко, здесь очень толсто и край снова очень тонкий. И расслаивая такое полотно, нет никаких гарантий, что слои будут тоже равномерными по толщине. Я отслоила, видите, один кусок, как бы один слой. И он тоже оказывается неравномерным по толщине. Край очень тонкий, середина толстая. Попробую еще раз расслоить. И вот вы видите, что происходит. Получается не очень хорошо и не очень удобно. В этом случае, когда у нас в руках вот такая шерсть, раскладывать удобнее щипками. Я возьму другой цвет шерсти, более контрастный. Чтобы разложить щипками, нужно от общей массы просто оторвать какую-то часть. При раскладке карточёсанной шерстью нам не нужно выкладывать ее в несколько слоев. Мы просто закладываем всю поверхность раскладки шерстью. И в зависимости от того, какую хотим получить толщину вылока, раскладываем более тонкими, либо более толстыми прядями. Более тонкие пряди получаются в том случае, если взяться рукой ближе к краю. Если я беру шерсть дальше от края, то прядь получается более толстой. При этом прядь мы не отрываем, а вытаскиваем. В случае, если прядь отрывать, она оказывается более короткой, более тонкой. И раскладывать ее не так удобно. Еще одна особенность карточёсанной шерсти – это короткий штапель по сравнению с шерстью в топсе. Поэтому при раскладке мы еще больше обращаем внимание на то, чтобы не было проплешин, но впоследствии дыр. Поэтому, раскладывая карточёс, мы следующей прядью должны перекрыть предыдущую практически на две трети. Потому что вот эти тонкие кончики, они получаются очень тонкими. И если мы положим вот так, здесь будет неизбежна дырка. Мы перекрываем предыдущую прядь практически на две трети. И под руками у нас оказывается такое толстенькое одеялко. Но эта шерсть очень пушистая. И при валянии мы получим войлок той толщины, которая нам нужна. Естественно, обращаем внимание изначально на то, какой толщины пряди мы кладем. Я буду класть сейчас прядки средней толщины. Но это все зависит от конкретных задач конкретного проекта. И раскладывать я могу хаотично, поскольку это карточёс и волокна уже перепутаны. И не забываю перекрывать хорошенько предыдущую прядь, следующую. Также при раскладке карточёса мы должны научиться с вами доверять нашим рукам. То есть вот этот способ прощупывания равномерности и толщины раскладки, он оказывается самым действенным. Наши ладони способны очень тонко ощущать. И этим нужно научиться пользоваться. И время от времени, через каждые несколько положенных прядочек, следующих, мы проделываем вот это. Таким образом я просто заполнила необходимую мне область шерстью, не соблюдая направления раскладки. Просто разложив определенное количество шерсти на определенную площадь поверхности. Убедилась в том, что у меня все равномерно. И это полотно готово к тому, чтобы его валять. Ну а теперь давайте рассмотрим возможность раскладки пластами. Некоторые виды шерсти у некоторых производителей позволяют это делать. Ну например, беркшав немецкий. Он производится как раз, выпускается такими большими одеялами, которые расслаиваются очень легко. И вот эта шерсть фельдсрауш, ее тоже возможно расслоить. Но тем не менее и расслоение разных видов шерсти разных производителей, оно выглядит по-разному. Давайте посмотрим, как это происходит. Возьмем беркшав. Его нужно разложить на столе. И только потом приступить к расслаиванию. И вот здесь тоже нужно взять сразу ту толщину пласта, которая вам нужна в раскладке. Этот пласт более или менее равномерный по толщине, хотя вот с некоторыми погрешностями. Но это можно пустить за край шаблона, либо поступить следующим образом. Аккуратно оторвать и наложить друг на друга. Таким образом выровняв раскладку. Раскладка с таким способом, пластами, она очень быстрая. В этом смысле очень удобная. Но нужно смотреть более тщательно на наличие проплешин. Потому что мы не собственными руками делали эту раскладку, а взяли готовый фрагмент материала. И давайте посмотрим еще вот эту шерсть, тонкую мериносовую шерсть в Фельдс Рауш. И посмотрим, насколько нам здесь удастся отделить равномерный слой. Эта шерсть тоже хорошо прослаивается, как мы видим. Слои у нее, пласты, очень однородные по толщине. И этим можно и нужно пользоваться. И даже, значит, эту шерсть можно расслоить на еще более тонкие слои. Делать это аккуратно, конечно, но это возможно. Хотя, конечно, чем тоньше слой, тем менее он равномерный. Но в этом случае мы можем отслаивать не такой большой фрагмент, а вот такими небольшими кусочками. Если нам нужна очень тонкая раскладка из этой шерсти, или мы хотим покрыть поверхность, например, вот таким цветом, мы можем отслаивать фрагменты и эти фрагменты соединять между собой в раскладке. Видите, здесь мне удалось отслоить фрагмент побольше, я его положу, сделаю основным. И наращу его со всех сторон фрагментами поменьше. Но понятно, что такая тонкая раскладка из кардачоса сама по себе при валянии, конечно, неизбежно будет с дырками. Поэтому, как правило, такую тонкую раскладку мы используем, когда хотим покрыть каким-то цветом основную раскладку. То есть ее кладем поверх основной раскладки. Просто, чтобы добавить оттенок, либо сделать поверхность войлока более бархатистой за счет того, что очень нежная шерсть. Ну и давайте посмотрим, как ведет себя на расслоение вот такой тонкий мериносовый кардачос капмерина. Возможно ли расслоить его? Да, пласт получился очень тонким, но при этом очень однородным. И таким способом раскладки мы тоже можем воспользоваться. Конечно, опять же, самостоятельно такой слой шерсти свалять без дыр будет крайне проблематично. А вот такой пласт более толстый, который на просвет не дает никаких проплешин, конечно же, можно свалять. Вероятность дырочек в готовом полотне в этом случае крайне мала. Итак, давайте подведем итоги этого урока. Мы сделали несколько видов раскладки из разных видов шерсти. Все эти раскладки возможны в обувном войлоке, они используются и очень хорошо работают. Но мы должны учитывать особенности каждого вида шерсти, когда делаем из нее раскладку. Если мы работаем с топсом, то раскладка занимает немного больше времени и она более скурпулезна. Потому что мы должны соблюдать направление волокон, мы должны желательно разложить это в несколько слоев. Но исключение составляет только раскладка облачками. Если мы работаем с кардачосом, мы в первую очередь должны учитывать тот момент, что штапель шерсти в кардачосе, как правило, меньше, нежели штапель шерсти в топсе. Поэтому, раскладывая кардачос, больше рисков того, что мы получим проплешины, тонкие места, либо даже дырочки. Поэтому за плотностью и равномерностью раскладки искарда чёса нужно следить особенно тщательно. Но при этом раскладка искарда чёса по времени получается гораздо быстрее. И это несомненный плюс. Помимо того, что все эти раскладки возможны в войлоке по отдельности, они к тому же прекрасно комбинируются между собой. И качество войлока от этого только выигрывает. Какую шерсть использовать в раскладке и какую из этих раскладок, которые мы сейчас рассмотрели, использовать, вы решаете, исходя из тех задач, которые стоят перед вами в конкретном проекте. В следующем уроке мы сваляем с вами образцы, которые разложили и посмотрим, каким получается войлок.